Всем привет, добро пожаловать на видосик, я хотел записать давно свой тир, что я думаю по поводу игры на тех или иных агентах на имморталах, потому что многие делают свой тир на основе каких-то турниров, ой, типа там мастерс, всяких лиг, ВКТ и так далее, но по факту тир, мне кажется, очень сильно отличается от, что ты играешь на золоте, на серебре, на Ascent, ну Ascent, Immortal и выше, я думаю плюс-минус одинаковый, ну и от турнирного, да, я буду делать тир на основе компенсива, на иммортале, Immortal 1 и Immortal 2, прича сейчас на самом деле очень мало кто берет, потому что, то есть есть универсальная Sky, и поэтому прича я думаю можно засунуть все, потому что, ну, персонаж по факту можно брать его на сплите, можно брать его на Ascent в целом, можно брать на лотосе, на лотосе чаще всего и берут, я думаю, лотосплит это две карты, на которых берут брича, на остальных почти никто ибо не берет, потому что не требуется, дальше брим, брим это по факту агент одной карты, это бинда, он идеально вписывается в бинд, потому что там короткие дистанции, у него смоков достаточно целых три, за раз можно сплитовать, сплитовать, естественно, на Ascent закидывают два смока и между триплом и дефолтом и на Heaven, и на B2 достаточно можно продлить, вот, в остальных случаях брима можно взять, например, решено лотосе, поскольку там есть B-сайт, где с трех сторон вас смогут фокусить, и на остальных картах брима нет смысла просто брать. Вот, дальше Cypher, Cypher это очевидно S, потому что Cypher абсолютно универсальный траппер, Cypher не берут, только лишь на Icebox и на Lotus, на всех остальных картах этого перса можно брать, это будет супер круто, супер приятно играть, в защите, в атаке, то есть ты можешь дать две трапы и пойти луркерить абсолютно на любой карте, будет там Sunset, Breeze, Ascent, Split, ну, абсолютно универсальный траппер. Далее Jet, Jet это до сих пор остается одним из лучших дуэлянтов, потому что пока я не беру дэш и апдрафт, этот дуэлянт не выйдет из мета, оставьте один смок, например, один дэш и апдрафт, все равно будет Jet отличным дуэлянтом, который выходит первый, потому что по факту только на Jet можно играть с оператором качественно в защите, и в атаке хорошо выходить. Далее Omen, Omen это сейчас смокер ТРС, потому что его берут на всех картах, абсолютно на всех могут взять, то есть могут, допустим, на том же Breeze или Icebox взять как второго смокера, не основного, а если убрать Breeze и Icebox, то на пяти картах основного пула берут Omen, поэтому это сильнейший смокер и в целом агент в игре. Феникс абсолютно бессмысленный дуэлянт, как по мне, никакого импакта команде он кроме своей ульты принести в целом не может, не может никак на себя отвести внимание, поэтому... Ну его в целом и не пикают, да, то есть все предпочитают ту же Рейну или Jet или Race и Киору опять же, поэтому Феникс умирает и персонаж изначально был такой, но как бы его почти не меняли в целом, там что-то флешки улучшали, но это никак не влияет. Рейс это второй имбовый дуэлянт, то есть это у нас есть Jet и у нас есть Рейс, все. На этом заканчиваются крутые дуэлянты, они делят между собой 7 карт, в принципе Рейс можно брать на Лотусе, на Бинде, на Сансете, на Сплите, на Айсбоксе, Ассенте и Бризе, можно брать Джетку и все, наслаждаться жизнью. Рейс очень круто зонит, очень круто отводит на себя внимание, абсолютно каждая обилка Рейсы полезна и в целом сильнейший дуэлянт. Сиджа чуть-чуть поднялась, мне кажется, в своих позициях, чаще ее начали пикать, но не знаю, то есть вернулся из бокс, Бриз, и на этих двух картах она чувствуется неплохо, также ее будут на Сплите, закрывать Миддл, но я не думаю, что это выше Терси, то есть она остается на уровне Брича, я думаю. Сова, Сова это, я думаю, второй по крутости инициатор, отличные ревилы и ульта с дроном. Шокдарт, я считаю, что почти бессмысленная вещь, кроме ломания Трап, да, то есть опять же, Саву всегда берут на Айсбоксе, на Бризе, на Ассенте, три карты, на которых всегда берут за этого персонажа, это уже, в принципе, достаточно, могут брать также и на Сансете в целом, да, ну, на Сплите я, в принципе, его не берут, на Лотосе тоже, ну, три-четыре карты для этого персонажа, достаточно для того, чтобы занимать такую высокую позицию. Вайпер, Вайпер, как по мне, идет к Саве, потому что без Вайпер вы не можете сыграть ни на Бризе, не на Айсбоксе, также Вайпер пикают, как второго смокера на Бинде, на, могут пикнуть Ассенте, на Лотосе, на Сплите, в целом, очень хороший персонаж, очень сильный, то есть множество лайнапов на него есть, очень хорошо зонит и, в целом, играет роль второго смокера плюс Люрка за Вайпер практически идеально. Далее идет Рейна, ну, насчет Рейна, я не знаю, лично мое мнение, это абсолютно бессмысленный персонаж, потому что, если ты не убиваешь, то ты не можешь принести импакт команде, а тут уже не в персонажа, как бы, дела, а в твоих навыках, в твоих личных скиллах, умениях и в том, как ты начал сегодня, условно, свой день, идет у тебя игра или нет. Поэтому, лично для меня, Рейна, это, да, это самый низ топа, потому что, вот, не пошла у тебя игра, ты не можешь принести импакт команде, и все. Киллджой, я думаю, занимает тоже довольно высокую строчку, но ниже, чем Сайфер, очевидно, потому что, по факту, Киллджой пикает, ну, на трех картах, это Лотус, Айсбокс и Ассенд. На остальных картах ее просто не пикают, потому что есть Сайфер, вот и все. Скай, не знаю, Скай, это, по моему мнению, самый лучший инициатор на данный момент в игре, потому что есть две флешки, которые, помимо того, что флешат, собирают еще инфу, также есть Хилл, есть отличная собака, которая, помимо того, что собирает инфу, еще и станет, и ульта, которая, допустим, в каких-то мидгеймах, в клатчах дает огромное преимущество. Йору. Йору очень крутой, как по мне, персонаж на определенных картах, по типу Бреза, например, или Айсбокса, но это очень командный игрок, то есть в соло, в обычном ранкеде, на любых званиях, да, ты не сможешь заколить своим типам какой-то прям суперкрутой раунд, чтобы ты смог раскрыть Йору. Как по мне, Йору в ранкеде абсолютно бессмысленно, но поскольку потенциал у этого агента есть, я его, наверное, в Си поставлю, потому что в командной игре Йору неплохо. Так, Астра. Астра это, уверенно, середина топа, потому что Астру, по факту, если вам нравится Омэн, вы можете брать Астру, и, ну, ничуть не хуже будет, да, у вас не будут флешки, но у вас будут станы, у вас будут засосы, и у вас будет, в целом, неплохая ульта, которая, как по мне, получше, чем ульта Омэна. Астра, в целом, ее можно пикать на всех тех же картах, что и Омэна, то есть это и Сплит, и Ассент, и Сансет, и Лотус можно взять, но, как бы, она проигрывает Омэну, потому что у нее нету флешки, а Омэна она есть, да, и в целом все. По факту, если бы у Омэна не было флешки, то, мое мнение, Астра была бы гораздо выше. Далее Кая. Кая я бы тоже поставил в Б, потому что Кая это абсолютно универсальный агент, он может играть на абсолютно любой карте, потому что абсолютно универсальные абилки, то есть есть флешки, есть хаешка, есть нож, который, помимо детекта, отключает на 8 секунд все абилки, и абсолютно крутая ульта, с которой можно выйти на любой сайт, на любой карте. Да, ну, наверное, кроме какого-нибудь Бреза, потому что ассайт на Брезе, с Кая, ну, просто у тебя сайфер будет стоять далеко, и все, да. То есть, Кая, мне кажется, в Ранкеде можно брать, на проиграх его, например, почти не берут, потому что, если видишь, что заряжена ульта у Кая, то сайфер просто уходит на другой сайт, раскидывает рапы свои под, там, Б или А, и уходит на противоположный. И, ну, как бы, ультанул Кая или не ультанулся, раундтрап и есть, все равно через маки будут убивать. А в Ранкеде это, по-моему, мнение, очень крутой персонаж. Плюс, если вы не хотите думать, хотите побегать с командой, пофайтиться, флешки покидать, неплохой универсальный агент. Чембер. Чембер, как по мне, это, ну, самое дно практически. Он никак не улучшился после изменений ускорения перезарядки ульты и то, что встали патроны по 100, стоить они по 150. Ну, как будто бы только два пути есть улучшение Чембера и возвращение его хотя бы куда-то сюда. Это либо две трапы, которые могут действовать на любом расстоянии, либо вернуться к двум телепортам, что, скорее всего, никогда не произойдет, и поэтому Чембер, ну, ему могут вернуть две трапы, да? Тогда Чембер поднимется либо на Б, либо на А, а пока что это бессмысленный персонаж, который, ну, просто не нужен. Есть Сайфер, как Трапер. Ты берешь Сайфер и Джетку, это в разы лучше и импактнее, чем типа Чембер. Не он, не он абсолютно так же бессмысленный персонаж в Ранке, как по мне, не он неплоха в командных каких-то действиях, то есть когда вы играете фуллстаком, например, можно взять не он, там, какого-нибудь Харбора и мутить быстрые выходы с учетом того, что не он отводит фокус соперника, и вы, соответственно, саппортите. Но в ранкеде, в соло ранкеде, тем более, не он почти не принесет никакого импакта, поэтому она находится на дне списка. Фейд, ну, Фейд, как по мне, тоже почти мертвый персонаж, потому что какой смысл брать Фейд, если ты можешь взять, если ты хочешь ревил, ты берешь Саву, если ты берешь, хочешь, там, флешка, ты берешь Скай и все. Вот эти, по факту, два инициатора всех перекрывают, да, можно добрать Кая, а Фейд, в принципе, не нужна. Единственное преимущество перед Савой у Фейд, это заключается в том, что ревил Фейды, он дает возможность видеть динамическую модельку сквозь стены, да, там, сквозь смоки, а не как у Савы Тик в моменте. И если, допустим, Фейд кинул ревил, то в течение двух-трех секунд, пока люди выходят, они будут подсвечиваться, нежели у Савы. То есть у Савы, если ты в Тик не попал, соответственно, все, у человека не будет, а Фейды будет. Вот это единственное преимущество, но тоже очень ситуативно, и ради каких-то там двух-трех раундов брать Фейду нет смысла. Харбор. Харбор, как по мне, абсолютно недооценен, например, Смокер, то есть прям действительно сильный персонаж, но, опять же, как второй Смокер. Допустим, на том же Айсбоксе, на Бризе, не знаю, неплохо, наверное, будет на каком-нибудь Лотусе, это можно брать. Он приносит достаточно много импакта, много спейса делает для команды, плюс при постановке Спайка Харбор может выиграть, ну, секунд 15 своими стенками, своим куполом, плюс, когда человек выходит из стенки Харбора, он замедляется, это тоже, на самом деле, очень сильная тема на высоких званиях, потому что ты не можешь вот так пикнуть на широком и убить типа, тебя будут контролить, и у тебя заведомо плохая позиция, потому что ты будешь в замедле. Далее Гека. Гека тоже после бафа чуть-чуть, как на меня, стал чаще пикаться. У Гека неплохая флешка стала, то есть она гораздо быстрее летит. Да, её по-прежнему можно сломать довольно легко, с одной пули, но как только, как только, если вдруг разработчики дойдут до того, чтобы ещё опнуть Гека, они сделают, что флешка Гека будет ломаться не с одного, а с двух, Гека станет лютой имбой, и он будет пикаться практически везде, мне кажется. Далее Deadlock. Deadlock и остались абсолютно два, как бы мне, бессмысленных агента. Ну, начнём с Deadlock. Да, Deadlock, то есть, какое основное преимущество Deadlock, это контрить быстрые выходы своими станами, своей стенкой. Но, как только играющие против Deadlock, игроки понимают, что нужно играть медленно, Deadlock становится абсолютно бессмысленным. Deadlock, просто нет никакого смысла. Имбовая стенка, ну, даже не то, что имбовая, неплохая стенка, скажем так, но этого слишком мало, потому что ультой нужно ещё попасть, стан нужно, чтобы ты был в движении, не на шифте, и граната, ну, граната это вообще, это какой-то смех, ну, кинул ты гранату, вышел, ну, счёт себя на который или убил, какая ему разница, стоять или сидеть. Поэтому, ну, это мёртвый агент. И ИСа идёт туда же, куда и Deadlock, потому что, ну, этот агент тоже 50 на 50. Ты ультуешь, ты можешь убить, можешь не убить. Всё зависит от того, хорошо ты сегодня стреляешь или плохо, да. Стенка, стенка неплохая, но она слишком узкая в некоторых местах, то есть она, ну, никак тебя не спасёт, например. двойной урон, двойной урон, неплохая история, но опять же, что у нас, ну, не знаю. Тот же колодец Астры, мне кажется, больше импакта даст, если ты хочешь это запушить, нежели двойной урон ИСа. Вот. В целом, получился такой тир-лист, я думаю, многие плюс-минус с ним согласятся, потому что, в целом, это популярное мнение, да, возможно, у кого-то там Рейна повыше, но опять же, то есть Рейна, это просто пострелять, это бессмысленный агент. Ты можешь абсолютно на любом агенте бегать и стрелять. Спасибо большое за просмотр, хорошего вам дня, вечера, утра. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всего хорошего.